всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 15 сентября продолжаю собирать свои томаты вот вчера я вам показывала вот этот вот лампа аладдина потом банан супер банан потом вот очарование я показывала вам на кустах сегодня они уже собраны также собрала вот перцевидный желтый сейчас пришла собирать новый для меня сорт мамин сибиряк но этот сорт новый он не только для меня но и вообще это ну как так можно сказать молодой сорт вообще новинка на рынке и я не могу не рассказать вам о нем потому что он мне очень понравился конечно уже основная часть собрана но ясно что средина сентября уже нижний ярус собран несколько кистей и в верхних ярусах вот эти кисти они уже не полные я оставляла те которые были недозревшие но сейчас они уже дозрели давно я хочу вам немного о нем рассказать я уже сказала что сорт появился на рынке не так давно и он такой ну как не редкий не коллекционе не коллекционный обычный сорт красные перцевидные плоды они идеальны для консервирования для всех видов переработки и раз он идеален для консервирования значит он имеет толстую кожуру это значит что он подходит для вяления для запекания для длительного хранения среднеспелый среднерослый вот он метр пятьдесят метр двадцать примерно у меня макушки уже обрезана потому что там еще были и цветы и завязи если бы погода позволяла я живу в сибирском регионе и у нас вот уже в сентябре сейчас уже томаты почти не растут потому что ночью очень холодно и холодно и днем вот сегодня тоже холодная полностью одета собираю томаты но он мог бы расти еще вот смотрите чем он примечателен сейчас я подойду поближе я сейчас общий вот обзор вам покажу а потом подойду и покажу один плод он плоды собраны в кисти по пять по шесть по семь штучек и на одном кустике может образоваться от пяти до восьми кистей летом очень красиво вот эти кисти гирлянды так висят 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 вести можно в два ствола можно в три ствола потому что он видите он же не крупноплодный и плоды не мельчают и они с самого низа до самого верха видите идут одинаковой величины вес у них небольшой сто сто пятьдесят грамм его обязательно подвязывать потому что урожайность очень большая и кусты приседают под тяжестью плодов видите вот они как бы вот так вот вот так вот как но опускаются вниз все плодоносит было написано что плодоносит до заморозков именно поэтому я его оставила вот здесь вот на улице подольше чтобы посмотреть как он действительно ведет себя в поздний период ой холодно вот сейчас у нас уже даже ночами почти до нуля я уже говорила что ему печку подтапливаем и он ведет себя очень хорошо ни одного плода нет с вершинной гнилью ни одного плода нет гнилого нет ни фитофторы ничего это значит он более-менее более болезни устойчивый потому что ничем он не болеет и еще что немаловажно что это сейчас я подойду к нему что это не гибрид а именно сорт линейный с него можно собрать свои семена и в течение пяти лет сеять получать вот такие прекрасные томаты перцевидной формы вот так вот они как описывает производители они вытянутые цилиндрические и с небольшим утолщением на кончике то есть вот здесь они немножко потоньше а вниз они идут потолще и вот они почти все такой формы вот видите тут тоненько а а тут немного как чуть-чуть вот такие плоды это у нас мамин сибиряк сейчас я посмотрю на бумажку не помню скажу какой номер 244 номер в моем каталоге мне очень понравился сорт вы не смотрите что вот эти вот потрескались для них это не характерно просто понимаете сколько долго висят сейчас уже 15 сентября конечно это не характерно для томатов в это время ну что в такие поздние сроки висеть и они вот очень долго висели спелыми и немножко лопнули треснули но вообще они не трескаются я вот летом ой подождите упала летом сколько их снимала все они без трещин вот все до свидания познакомились еще с одним сортом новым мамин сибиряк в этом году он у меня впервые но он мне понравился очень урожайный неприхотливый ничего я с ним не делала не заболел плодов дал много никаких претензий к этому сорту у меня нет все